Всем привет! Предлагаю вашему вниманию сегодня такой USB светильничек марки Sashine с сайта dx.com SKU325773 Такие вот 5 светильничков за, если я не ошибаюсь, за 7 долларов. Чем же они интересны? Есть также модели дешевле и проще, где всего 3 светодиода. Они, по-моему, около 5 долларов стоят. И есть еще одна модель, где есть 3 светодиода и датчик освещения автоматически регулирует яркость. Данная модель самая мощная. У нее сенсорное управление и мы можем менять яркость в довольно больших пределах. Бывают теплого света и обычного белого. Здесь обычный белый свет. Если мне не изменяет память, то изменить на dx, выбрать на dx тип светодиода мы не можем. Только белого света у нас там есть. Итак, они вот такие вот маленькие. SMD монтаж. Прямо на плате. Интересная особенность то, что USB разъем двухсторонний, так что все равно какой стороной вставлять. Для чего нужны такие светильнички? Если мы получаем какие-то кабели к компьютеру с обратной стороны, у нас нету света, вставляем такой светильник в USB разъем, получаем свет, хороший рассеянный свет. Как вариант использовать вместе с пауэрбанком. Подключаем и в итоге получаем рассеянный свет, кемпинговый свет, когда дома отключили свет. Такая вот современная интересная замена свечки той же. Посмотрим, как они у нас работают. Пауэрбанк выключен. Включаем его. Итак, сейчас все выключено, ток 0 ампер у нас. Чтобы включить, достаточно просто прикоснуться к устройству. Напряжение 4,79 вольт, 5 вольт, и ток 0,19, 0,18 ампера, 0,2 ампера. В среднем ток. Такое вот устройство. Разменяется яркость. Достаточно просто прикоснуться, и яркость упадет до минимума. Ток настолько маленький, что Charge Doctor его не может у нас увидеть и пишет 0 ампер. Есть ли минус при таком токе некоторые пауэрбанки, вроде вот Тома, есть аналогичные с Ашайя, у нас они выключаются, и устройство, свет, соответственно, тоже выключается. Либо же они выдают какой-то такой, выключаются, дают минимальный ток, которого недостаточно для работы, данного устройства, и у нас получается промигивание такое. Можно увеличить яркость, пусть лежит, и посмотреть, как работает с Ашайей. Вот, включили устройство, не знаю, будет ли видно. Вот мы видим, иногда появляются такие вспышки промигивания. Это такое происходит только с этим устройством, почему-то. С простым вот этим, такого не происходит, и на USB порту тоже у нас не происходит. С чем это связано, я даже не знаю. Но это устройство интересно тем, что можно поставить два светильника в разные стороны, получить угол обзора освещения 360 градусов. С чем можно сравнить такие светильники? Это, в первую очередь, вот кемпинговый фонарик Phoenix Sail 20. Интересно, что при его цене чуть более 600 гривен, это где-то долларов 50. Он выдает свет, соизмеримый со светом такого вот полутора-долларового светильника. Сзади мы видим, что Тома у нас выключился, соответственно, и устройство начало промигивать, показывая, что оно не всем корректно работает с данным устройством. Для выключения достаточно просто прикоснуться. Будет плавное затухание яркости и выключится. Итак, люксметр показал, что фит-кемпинговый фонарик на двух пальчиковых батарейках, что светодиоды выдают в среднем одинаковую мощность на одном метре около 40 люкс. Это, по-моему, 42 люкса, а этот около 46. Но разница в цене, размерах и, соответственно, функциональности у нас очень большая. Учитывая небольшой ток рабочий данного устройства, получаем отличный рассеянный свет, который можно всегда носить с собой. Единственный его минус нет никакой защиты электронной части. Ее либо придумать самому, либо же так использовать с учетом небольшой цены. Не жалко такое не потерять, не разбить, не раздавить. Очень интересное устройство. Сенсор, скорее всего, за счет какой-то емкости стоящий. Можно как двумя пальцами, так и одним пальцем с обратной стороны провести. такое вот устройство с плавной регулировкой яркости. В любой необходимый момент просто убираем руку, и у нас остается нужный нам свет. Единственный минус, надо проверять, с каким устройством оно будет работать корректно, потому что иногда возможны варианты, что получим променивание, как я показывал, либо устройство будет переключаться в процессе работы. Свет на 360 градусов, 5 вольт, 0,4 ампера потребляют два светильника, и в итоге в темное время суток мы получаем свет на 360 градусов. Спасибо всем за внимание. Светодиодные светильники Sashine с плавной регулировкой яркости с сайта dx.com